Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 30-ю главу. И ныне смеются надо мною младшие меня летами, Те, которые отцов, я не согласился бы поместить с псами стада моего. И сила рук их, к чему мне, над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, Щиплет зелень подле кустов, и ягоды можжевельника хлеб их. Ибо общество изгоняют их, кричат на них, как на воров, Чтобы жили они в рытвинах потоках, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся подтерными люди, Отверженные люди без имени, отрепья земли. Такие слова продолжает Иов в своем стенании, в своем плаче, в своей молитве, Узывая Господу. Говорит о том, что почести, обратившиеся, которые были раньше, Обращаются в уничижение. И, как мы прочитали первые стихи, второе и третье, Сила рук их к чему мне. Действительно, без разумения сила становится скорее вредом, чем пользой. У нас среди людей есть какая-то пословица, Которая, в общем-то, говорится с иронией. Силы нет, ума не надо. То есть, действительно, эта всегда пословица звучит, как некая ирония, Что если ты человек здоровый и сильный, это не значит, Что нужно бессмысленно направлять свои силы в ненужное и вредное русло. Поэтому, действительно, без разумения сила становится скорее вредом, чем пользой. И ни смерть не касается их, поскольку они бесполезны, Ни голод, ни забота о них не вразумляют их в душу. Поэтому Иов так и говорит, над ними уже прошло время. Бедности и голодом истощенные, они убегают. Все безводные, мрачные, вот эти важные слова, силы рук их, К чему мне, над ними уже прошло время. Далее, как мы прочитали, 5-8 стих, Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, Чтобы жили они в рытвенных потоках. И далее, свидетель Григорий Двоеслов видит в этих текстах Не просто речь о людях, которые убегают и уходят, и их гонят, и что они отрепи общества, Но видит здесь также и гонение на церковь, на людей, к которым будут относиться с презрением. Вот что он пишет, церковь во времена гонений, цитата. Этими словами описывается то время в Святой Церкви, когда над ней открыто насмехаются нечестивые. Когда растет нечестие, вера становится упреком, а истинным преступлением. Действительно, мы знаем, что все это будет, и пророчества они исполнятся, и церковь будет гонима, и насмешки, и упреки. Все это было во времена истории церкви, все это было в совсем недавнем нашем историческом прошлом. Многие из нас это помнят, так называемое засилие научного, в кавычках, научного атеизма. Действительно, вера становилась упреком, а истинным преступлением. И далее, видите, Григорий продолжает. И тем более презренным становится человек, чем более он праведен, тем более отвратительным, чем более достоин похвалы. Действительно, как сказано апостолу Павла, любящим Бога, вернее, другие слова, как сказано апостолу Павла, который говорит о том, что все желающие жить благочестиво во Иисусе Христе будут гонимы. Смотрите, он говорит, не только живущие, но и желающие, то есть само стремление человека жить благочестиво уже будет вызывать отвращение у людей и некие такие упреки, и называться преступления. Так Святая Церковь, продолжает Григорий Двоислов, избранных во время бедствий, становится пищей раздора нечестивых. Они гнушаются мною, как говорит Иов, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицем моим. Так продолжает Иов, говорит, и Святая Церковь говорит, что удаляются от Святой Церкви все нечестивцы. Удаляются не шагами, а качеством своих нравов. Далекими становятся не по месту, а по заслугам. Все растущие высокомерия, их открытым презрением ополчаются на Церковь. Оплевать пред лицем ее, значит не только злословить добрых в их отсутствии, но и нападать на праведниках в их присутствии. Мы знаем, что не только нападали на праведников в их присутствии, но и убивали. И всем известны эти события 1917 года, эти годы лихолетия, когда действительно тройка каких-то людей, совершенно непонятных, становились в кожаных куртках с наганами. Три человека могли вынести любой смертный приговор, любого человека, которого они заподозрили. Поэтому не только нападение на праведников в их присутствии, но и расстрелы, и издевательства. Далее свидетель Григорий продолжает. На них нечестивые, открыто смеясь, изливают слова унижения, подобное бегущим потокам. И вот слова «Он открыл колчан свой», как дальше продолжает Иов, «и поразил мишень, что означает колчанам Бога, как нетайный совет его». Вот из колчана Господь извлекает стрелу, когда из тайного совета своего отправляет открытое суждение. И далее смотрите, «Ведь мы знаем, что всякий может пострадать, но не знаем, почему он, Бог, допускает страдания. А когда после страдания следует исправление жизни, то открывается и сила самого совета. Итак, открытый колчан — это тайный совет. Но очищаемся мы колчанам открытым, когда после страдания видим, каким советом наказаны». Далее, «Он узду наложил на уста мои». Слова Иова. «Пусть святая церковь, которая всегда несет слово свое с любовью, скажет, он узду наложил на уста мои, словно бы открыто говорилось, «Поскольку я не вижу повреждения в вере от проповеди, то я стерплю нападки их, чтобы они, по крайней мере, терпя, учились на примере жизни моей, коль скоро не захотели воспринимать слова мои через проповедь». Смотрите, как говорит, то есть положи хранение уста в моем, положи узду, говорит, на уста мои. «Если они не хотят слушать, то пусть учатся из моего смирения и из дел моей жизни». Как говорят и как сказано отцов в церкви, что вера, ее доказать невозможно, невольник, небогомольник, насильно никого ничего не заставишь. Поэтому иногда люди в большей степени, да иногда, в общем-то, в большей степени учатся, смотря на жизнь человека, которым проповедовал, живет ли он так, как он говорит, или хотя бы стремится к этому. Поэтому так и сказано апостолу Павлу «Вы письмо Христову», то есть это говорится о православных христианах. Люди, которые смотрят на нашу жизнь, они судят и о Боге, в которого мы верим. Поэтому апостол Павел так и говорит, что у язычников из-за вашего поведения хулится имя Божие. Так и говорит здесь свидетель Григорий Двоеслов, «Коль скоро не захотели воспринимать слова мои, то пусть учатся хотя бы через проповедь». Смотрите, как заключает. «Но еще больше нас печалит в гонениях то, что мы претерпеваем все это от близких людей, в которых верили и которых любили». Действительно, конец цитата. Так оно и было, так оно и будет, что очень часто бывает, что тех людей, которые мы видели рядом с собой, они становятся и противниками Божьей истины, и противниками всему тому, что мы говорим им о путях спасения. Как спаситель говорит, я пришел принести в этот мир не мир, но меч и разделить свекровь, говорит, со свекром, и он говорит, всех родственников. Почему? Потому что Христос приносит мир свой, мир Божий, а люди не хотят его воспринять. И не просто не хотят воспринять им свою гордость, они хотят навязать свое понимание о мире и свое понимание о благополучии. Поэтому происходит эта вражда. Но свидетельство Григория, двое слово здесь советует нам не навязывать людям, а советует проповедовать жизнью. Далее 12-13 стих. Говорится о том, 30 глава, справа в боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне, а мою стезю испортили, все успели сделать с моей погибели, не имея помощника. Все успели сделать с моей погибели, не имея помощника. Сидит Лиан Златоуст пишет по этому поводу и говорит, цитата, «Ты видишь, что более всего печалит его, терпеть насмешки от подобных людей к их вреду». Видите, он даже не то, что терпит насмешки, это его поражает, а к их вреду, что они смеются надо мной, но это вредит им. «Воры, — говорит, — злодеи, бандиты, преступники сделали нас своим развлечением и предметом разговора». Конец цитаты. Действительно, когда читаешь и слова Иова, и комментарии с Иоаном Златоуста, невольно вспоминается книга «Отец Арсений». Действительно, это удивительная книга по своему содержанию. Кто ее читал, помнит, как этот человек, священник, попадает в лагеря к уголовникам, но свет его молитвы, когда он начинает их читать вслух, сначала шептом, сначала в него летят деревяшки, полено и сапоги, а потом люди слышат в этих словах какой-то свет в этой тьме, в этой ужасной обстановке, барак, зима, грязь, вонь, все это есть, и вдруг вот эти светлые слова, там «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей», или «Любовь долго терпит, не превозносится, не ищет своего», они слышат само это слово среди этой всей скверной, оно как-то начинает преображать их, видя, если кто помнит сюжет, когда там его поставили ступняком, он должен топить, а уголовник один издевается над ним, заливает дрова, чтобы они были сырыми, а другой приходит, там бригадир поставлен главный, говорит о том, а почему у тебя печь не топлена, а он старается, дрова залита водой, но потом проходит какое-то время, и тот, и другой уголовник, они наоборот начинают ему помогать, и даже эти дрова носить, и пилить, и колоть, стараются всячески, советую почитать, удивительная, конечно, книга, нельзя рассказать весь сюжет о том, все, что там изложено, но действительно, как сказано, воры и злодеи, бандиты, преступники сделали для нас своим развлечением, предметом разговора, но, как было раньше сказано, и что свет, который исходит от самих поступков людей, он, в общем-то, способен преображать их. Далее 14-31 стих, теперешние беды Иова. Иов говорит с великим трудом, снимает с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня, он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел, я взывал к тебе, и ты не внимаешь мне, стою, а ты только смотришь на меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти, и в дом собрания всех живущих верно, что он, то есть Бог, не прострет руки своей на дом костей, будут ли они кричать при своем разрушении. Естественно, здесь, опять же, мы видим указание на смерть Христову. Свидетель Григорий Двоислов так и пишет, цитата, «Я знаю, что ты приведешь меня к смерти, и в дом собрания всех живущих до благодати Искупителя нашего даже праведники отводились за сосовый преисподний». Само вхождение в преисподню названо домом всех живущих, потому что в него не вошел никто, кто до прихода посредника, то есть Христа, не попал бы туда в силу собственной испорченности. То есть мы знаем, что здесь Сиди Григорий Двоислов говорит о том, что все люди Ветхого Завета действительно входили, как мы помним, и праведники, и грешники все были в аду. Но праведники находились на лоне Аврааму, как это известно из притчи о богаче и Лазаре. Далее Сиди Григорий Двоислов продолжает и говорит, «Верно, ты не простешь руку твою им на погибель, и если они не низвергнутся, сам их спасешь». В этих словах Григорий Двоислов надо понимать, что когда блаженный Иов говорит о себе, он собой представляет и других людей. «Итак, Господь не прострет руку свою на погибель грешников, если наказанием Он отвращает их от греха». То есть Бог отвращает их от греха. «И падающих Он спасает, если впадающие в грех исцеляются телом через их раны. Будучи неизвергнутыми внешне, они поднимаются внутри. Повержены телом, они восстают внутренне, в то время как стоящие внешне духовно падают». Конец цитаты. Такое дает это столкование. Далее 25-26 стих. «Не плакал ли я о том, что был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма». И тот же Григорий Двоислов пишет. «Святой муж, зная, что со всемогущим Богом дар разума бывает больше, чем внешний дар, говорит, не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Щедро заботясь о внешних делах, он не для себя старается». И вот смотрите, как пишет Григорий Двоислов, говорит, «не для себя старается, но тот, кто оплакивает и сострадает ближнему, отдает ему и что-то от себя». Как сказано, молиться за ближних, кровь проливать. Это действительно так. Действительно молиться. Не просто сказать «Спасибо, Господи помил». Действительно молиться за ближних. Поэтому так и сказано. «Но тот, кто оплакивает и сострадает своему ближнему, Отдает ему и что-то от себя, потому что мы говорим, что сострадание больше дара, ведь какую-нибудь вещь часто даст и тот, кто не сострадает, а истинно сострадающий никогда не откажет ближнему в том, что ему необходимо. Видите, как истинно сострадающий никогда не откажет ближнему в том, что ему необходимо. И просто золотые слова, которые надо всегда помнить, и дома, и выходя из дома. Когда я чаял добра, говорит, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма. Смотрите, как пишет тоже Светий Григорий Твои Слов. Народ верный чает добра, а приходит зло. Ожидает света, а наступает тьма. Потому что благодатью воздаяние человек надеется уже теперь быть приобщенным к ангельским радостям. Но вынужденный долго ждать, он претерпевает руку гонителей. Стремящиеся как можно быстрее насладиться наградой небесного света, здесь вынуждены терпеть тьму своих гонителей. Подобное зло гонителей ему пришлось бы меньше терпеть, если бы он был сам из неверующих или противников. Видите, как говорит. Но тем сильнее муки избранных, что все это приходит от людей, от которых чаяли добра. Конец стат. Так заключается. Поэтому Иов и говорит, что ожидал добро, пришло зло. Ожидал света, пришла тьма. Почему? Так говорит. «Но тем сильнее муки избранных, что все это исходит от людей, от которых чаяли добра». Поэтому, наверное, пророк Еремий так и говорит. Пророк любит всяко надеяться на человека. Нельзя надеяться на человека. Потому что мы сами на себя называем некое проклятие. Ну, это не значит, что совсем нельзя верить людям. Можно, конечно, и нужно. Но надеяться надо на Бога. Надеяться на Бога. Потому что Бог никогда не подведет. Люди могут. Иногда даже не злонамеренно. Но по своей немощи. Итак, 37 глава. Вернее, 30 глава. 27-й, 31-й стих. Сказано. «Мои внутренности кипят и не перестают. Вскрытие меня дни печали. Встретили меня дни печали. Я хожу. Я хожу. Почернелые, но не от солнца. Встаю в собрание и кричу. Я стал братом шакалом и друг страусом. Моя кожа почернела на мне. И кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылой. Унылая и свирель моя. Голосом плачевным». Действительно, то страдание, снова и снова повторить, которое переносит Иов, оно не под силу выразить никаким языком. Говорят, пока сам не пострадал, никогда этого действительно не поймешь. И вот свидетельный Златоуст пишет по этому поводу так. Цитата. «Чрево мое закипело, умолкает, нестигает меня тени нищеты. Стена я хожу без обуздания. Стою в собрании, выпия. Братом стал сиреном, другом страусом». Это другой перевод. «Ибо при избыток, без тех же его бед, понуждал его стенать, и сетовать». И так далее. «Это происходит от великого несчастья». Говорит свидетельный Златоуст. «Я впал, звероподобность птиц, говорит, не знаю собственной природы. Мое положение ничуть не лучше, чем они». Об этом также говорит и псалмопевец Давид. Например, это 101-й псалом, 7-й стих. «Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин, на развалинах». То есть, «Моя жизнь, она превратилась как бы в жизнь, как люди считают, в жизни таких вот животных, потому как стенания Иова велики». Он говорит, что «надо мной насмехаются все, но если насмехаются, значит, моя жизнь, эти люди считают, что она как бы скотоподобна». Вот такой плач Иова, такая его молитва. Но все, что бы ни говорил Иов, мы видим, что в его словах, несмотря на то, что уже есть такая грань, и нам кажется, что вот сейчас будет Иов и сетовать на Бога. Но видим, что здесь нет никакого сетования. Он лишь говорит о том, что все несчастья, которые приключились со мной, я принимаю, Господи, от Тебя. «Хотя некоторые вещи я и не понимаю по человеческой немощи, но все же надежда моя и упование на Тебя, они не прекращаются в моей жизни». Это подсказка снова и снова нам, как нам быть и что нам делать, когда страдания, несчастья, гонения, насмешки, поругания обрушиваются на нас. Здесь есть два важных слова, которые нам надо помнить. Без терпения нет смирения, а без смирения нет спасения.